Друзья, вы знаете, и вот не очень хорошие новости. Ну, телеканал РЕН-ТВ привык не очень хорошими новостями кормить, ну, в смысле, так сказать, не качество их исполнения, конечно, а содержание. А теперь страшные новости попёрли. Вот в чём дело. Московский адвокат Дагир Хасавов, тут внимание, друзья, предупредил, что мусульмане зальют город кровью, это дословная цитата, и превратят его в мёртвое море, ещё одна дословная цитата, если им не дадут жить по своим шариатским, имелось в виду, правилам. Жуткие слова, страшные, так сказать, неприятные, глупые, это важно. Ну, и кто обращает внимание на всякие глупости, которые в наш век информатизации льются со всех сторон? Обращают внимание. Например, Всеволод Чаплин, представитель официального лица Московской патриархии, выразился вполне себе одобрительно в том смысле, что действительно, общины мусульманские могут и должны, наверное, жить по шариатским законам. Если вспомнить, какими количествами, так сказать, эти самые общины оперют, ну, своих членов, даже внутри Москвы, вспомните проспект мира на какой-нибудь Курбан-Байрам? Да. Тогда вам станет понятно, что община мусульманская, это не 12 набожных, там, старцев. Это под 100 тысяч человек. Это не под, а за, я думаю, ну и так далее. Вот, поэтому от этого действительно становится жутковато. Давайте я предлагаю вам что-то сделать. Давайте, да, видео, фрагмент я видео покажу, чтобы все сразу понимали. Когда-то выразили чужое место, а мы считаем у себя дома. Возможно, вы чужие. Мы у себя дома. И мы будем устанавливать те правила, которые нас устраивают. Хотите вы этого или нет? Любые попытки изменить это будут обольется кровью. Тут будет второе мертвое озеро. Мы зальем город кровью. Исследователи ислама роман. Ну и так далее, да. Да, это вот главное все услышали, я думаю. И самое, что меня больше всего поражает, действительно, что общественность подхватила и испугалась этому. Но, вот, аллегории Дагиры, конечно, красочные. Они могут напугать Мертвое море, зальем город кровью. Но, например, вот я нашел новость, что в августе 2010 года в Санкт-Петербурге открылся первый исламский правозащитный центр, при котором уже действует шариатский суд. И никого тогда это не напугало. Нет, понимаешь? Дагир Хасамов сейчас нет. Ну, понимаешь, в чем дело? Когда это... Просто мне кажется, что это... Когда это сочетание с эпичетами мы зальем... Сейчас же, например, хотя Дагир Хасамов объяснился вроде как и дал интервью о том, что дезавуировал все эти свои слова, он говорит, что, знаете, я же не знал, что меня снимают. Дословно опять цитаты. Я, говорит, не знал, что меня снимают. Но, давай, что мы подумаем, что... Дословными цитатами просто оперируем. Вот, Саня, ты меня снимаешь? Да, я не знаю. Подожди, он сказал, что, значит, это дело будет разбирать суд, потому что он обещал подать иск на канал РНТВ, который, по его словам, опять-таки, никто точно не знает, нарезал из его интервью, там, повырывав поковерков смысл, вот это вот самое вот скандальное интервью, которое всех задело. Но, вот ты правильно сказал, да, ужасные слова, и общественность, там, не знаю, действительно испугалась, вот потому что, мне кажется, все это где-то глубоко внутри себя ждут. И поэтому они очень ярко реагировали. Боятся, смотрите, мы вчера обсуждали, если помните... Ну, они ждали подобное заявление, мы получили, с удовольствием подхватили его. Мы вчера обсуждали опрос про... Этих самых... Про геев. Про геев, да. Вернее, про пропаганду, да. И выяснили, что 86% боятся этой самой пропаганды. И только 6 из них встречались с ней. Это то же самое. Общество боится того, что оно себе представляет, да. Соответственно, эти слова, что называется, легли на унавоженную почву. Видя рядом с собой все время этих людей, конечно, мы чего-то боимся. А тут наш страх получил вполне себе четкое вербализованное воплощение и выражение. К тому же, относителя вот этих самых мусульманских, исламских ценностей. Понимаете? Да, ну потому что никто толком не представляет себе, что такое шариатский суд. Потому что все, что связано с мусульманами, почему-то у нас считается страшным. На самом деле, шариатский суд и наш светский российский суд, они где-то примерно по жестокости равны. Потому что наш российский советский суд является одним из самых жестоких. Количество обвинительных приговоров намного превышает количество помилованных людей отпущенных. Во-первых, его несправедливость, его несправедливость, это тоже уже нашего светского суда. Это причем язык. У нас огромное нарекание к светскому суду. Ты же не будешь... Слабая судебная система. Вы очень серьезно это говорите? Конечно. Про нарекание абсолютно. Почему он так заявляет? Потому что мусульмане... Нет, он так заявляет, потому что он идиот конченный. Вот и все. Мне кажется, только один аргумент. И больше мне говорить с ним не о нем. Потому что мусульмане, многие не хотят идти в наши российские светские суды, потому что они знают, что они не совсем... Мусульмане, то есть христиане хотят идти, а мусульмане не хотят почему-то. Нет, ну просто если есть орган, которым... Острее чувство справедливости у мусульманов? Если есть орган, которым мусульмане доверяют, он называется суд. Пусть он называется шриат. Когда создать, значит его нету? Нет, но он где-то в культуре существует. Нет, где-то в культуре существует домострой. И возможно мы тоже подумаем, что если сравнить... Казанских полицейских, секунду, и Домострой, то, наверное, Домострой будет лучше даже. Блин, мы разве о том речь? Ребята, просто прозвучала фраза про идиотизм, вот там Илюхов стал нападать в защиту. Вот все очень просто. Все, вот можно сказать, что мне интересно в этом деле. Нарезали ли журналисты РНТВ это интервью? Не нарезали. Подаст ли он в суд на них? Не подаст. А вот мне интересно, насколько быстро и насколько оперативно вот этим самым интервью и вот этим громким страшным заявлением заинтересуется наш один отличный мысль. Уже заинтересовались сегодня. Уже проверяют лингвисты на экстремизм эти высказывания. Нет, нет, я просто... Зальем морем крови, это интересно. Угроза ли разжигание ли это? Нет, подожди, должна пройти экспертиза, согласись. Нельзя просто так голосовать. Я всегда за экспертизу. Как только будет санкционировано судебное разбирательство и уголовное там некое разбирательство, сразу появится и полная версия интервью, которую записали, будет понятно, нарезали ли, и действительно, или наоборот, вот именно такой контекст был, и именно вот это он сказал, думает, что его не снимают. Вот правда, потому что огромное количество людей сидят по статье 282. Разжигание межрегиозной, национальной, вот где какая-то комиссия, где-то очень долго думая в каких-то словах, и там полунамек... Суть твоего предложения, Леша, давай. Я хочу прям, знаешь, вот прям замерить сегодня, вот от сегодняшнего дня и до некого вердикта, причем такого судебного или уголовного, вот чем закончится это дело. Ну потому что... Давай мерить как? Календарь. То есть просто засекаем. Окей, действительно, друзья, есть у нас знаменитая статья, действительно, есть по ней такое количество порой неожиданных людей, типа блогеров, там, ну, собственно, бабушек на улице неожиданно палку не так подняла, скрестила с чем-то, обидела чувства мусульман, право верно. Окей, давайте сейчас действительно проверим, насколько наш суд, не шариатский, которым так восхищается Илья, вернее, наоборот, который так ненавидит Илья, и шариатский, который так восхищается, Ильюха, вот давайте их сравним в смысле эффективности. Итак, наш суд услышал, я уверен, по телевизору, вот эту историю. Через сколько он среагирует, через сколько предъявит, значит, Дагиру Хасавову обвинение по знаменитой 282-й? Давайте. Или продемонстрирует полное интервью. Парик будем держать? Нет, давайте, давайте просто... А, ну или хороо. Давайте, давайте подержим. Я считаю, что два дня. Через два дня. Я считаю, что 3 мая будет предъявлено обвинение. Время рассудит. А я, я вот... Я третейский, третейский судья. Да не третейский.